Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы продолжаем читать книгу премудрости Соломона на библейском портале экзегет.ру. И мы читаем девятую главу. Восьмая глава закончилась тем, что Соломон сказал, что он осознал, что премудрость может быть дана только от Бога, и он воззвал к нему. И вот девятая глава начинается с молитвы. Соломон говорит, «Боже отцов и Господи милости, сотворивший все словом Твоим и премудростью Твоею устроивший человека, чтобы он владычествовал над созданными Тобою тварями и управлял миром свято и справедливо, и в правоте души производил суд. Даруй мне, присидящему престолу Твоему, премудрость, и не отринь меня от отроков Твоих, ибо я раб Твой, сын рабы Твоей, человек немощный и кратковременный, и слабый в разумении суда и законов. «Да хотя бы кто и совершен был между сынами человеческими, без Твоей премудрости он будет признан за ничто. Ты избрал меня царем народа Твоего и судьей сынов Твоих и тщерей. Ты сказал, чтобы я построил храм на святой горе Твоей и алтарь в городе обитания Твоего, по подобию святой Скинии, которую Ты предуготовил от начала». Остановимся на этом пока, дальше еще молитва продолжается, мы продолжим со временем. Сначала посмотрим на начало ее. «Божий отцов», — говорит Соломон, сразу обращается к тому, что это Бог Авраама, Исаака, Иакова и народа израильского, то есть это Бог, с которым народ находится в Завете, и Соломон находится в Завете. «Господи милости», то есть здесь Бог обозначается как «любящий», «милующий» и «сотворивший все Словом Твоим», то есть Бог и Творец, подчеркивается всемогущая связь и всемогущество. Я связан с Тобою, Ты милостив и всемогущий, если все можешь. Я обращаюсь не просто к кому-то, кто бессилен, обращаюсь к Тебе, всемогущему Творцу. Ты премудростью устроил человека, чтобы он владычествовал над созданными Тобою тварями. Здесь, во-первых, конечно, подчеркивается, что человек мудро устроен, то есть в нем есть тот ресурс, ради которого дальше Соломон обращается к Богу. Опять здесь же Соломон вспоминает, что человек поставлен владыкой, то есть ответственным за весь мир, а значит ему необходима премудрость в этом самом мире. Да, чтобы он управлял миром свято, человек в самом начале поставлен свято, то есть по-божьему, потому что с еврейской учреждения святость – это то, что относит нас к Богу, то, что возводит нас к Богу, отделяет от мира греха, от мира профанного. Да, поэтому управлял миром свято и справедливо. Это практически синонимы, потому что святость – это, скажем так, категория божественная, справедливость, праведность человеческая в том плане, что святой человек живет праведно. То есть как бы святость внутренняя выражается в праведности внешней, справедливости. И в правоте души производил суд. Здесь суд не только как судья, который говорит «вы правы, вы неправы», там управляет законы, а в правоте души производил суд, то есть вообще судил о мире и о том, что в нем происходит. «Даруй мне председящую престолу твоему премудрость». То есть вот у твоего престола есть премудрость, даруй ее мне. «И не отринь меня от отраков твоих». Ну, здесь синодальный перевод, он несколько такой устаревший. Здесь под отроками подразумеваются слуньки, конечно. То есть не отринь меня от слуг твоих, потому что я раб твой и сын рабыни твоей, немощный, кратковременный, слабый в разумении суда и законов. То есть Соломон, несмотря на то, что он был очень разумным человеком и очень таким просвещенным, конечно, подчеркивает, что никакого такого глубинного подлинного знания без Бога, без того, чтобы он даровал премудрость, невозможно. Но он подчеркивает, что это не только его черта, что он не знает чего-то, да, что он может быть как-то ограничен. Он говорит, «И кто бы ни был совершен между сынами человеческими, без твоей премудрости он будет признан за ничто». То есть если не будет твоей премудрости, то вся мудрость человеческая, она пуста и тщетна. «Ты избрал меня царем народа твоего и судьей сынов твоих и тщерей. Ты сказал, чтобы я построил храм на святой горе твоей и алтарь в городе обитания твоего, по подобию святой скинии, которую ты предуготовил от начала. С тобой премудрость, которая знает дела твои, присуща была, когда ты творил мир и ведает что угодно пред очами твоими и что право по заповедям твоим». То есть вот, «Господи, ты такой, я прошу тебя об этом, и я знаю, что премудрость, она у тебя, она твоя премудрость, она знает твои дела, присуща была, когда ты творил мир, знает что угодно перед очами твоими, что право по заповедям». То есть, скажем так, всеобъемлющее мудрое знание о мире. «Не спошли ее, говорит он, от святых небес и от престола славы твоей, не спошли ее, чтобы она споспешствовала мне в трудах и чтобы я знал, что благоугодно перед тобою». Вот очень важно, да, что он, когда просит ее, просит мудрости от святых небес и от престола славы твоей, потому что она у твоего престола сидит. «Для чего? Чтобы она споспешствовала мне в трудах, чтобы мне все было хорошо в моей жизни, в том, что я делаю». Это можно воспринять как нечто эгоистическое, как такой запрос «да, дай мне, чтобы у меня все было хорошо, чтобы она споспешствовала мне в трудах моих». Но дальше он тут же продолжает. «И чтобы я знал, что благоугодно пред тобою». То есть не просто в моих делах, а в тех делах, которые будут угодны тебе, конечно же, так. «Ибо она все знает и разумеет, и мудро будет руководить меня в делах моих и сохранит меня в славе своей». То есть она все знает и разумеет. Не только, что мне нужно, не только, что в итоге закончится хорошо из тех путей, которые я выбрал. Нет, она все знает и разумеет и будет мудро руководить меня в делах. То есть она окажется тем, кто направляет человека по пути между добром и злом, чтобы он выбирал добро, наоборот, не выбирал зла. Потому что мы до этого сказали, он молится, чтобы она указала, что благоугодно пред тобою. И тогда она сохранит его в славе. Он говорит дальше, «И дела мои будут благоприятны, и буду судить народ твой справедливо, и буду достойным престола Отца моего». Для ветхозаветной культуры, как и вообще для всех древних, культур очень важна публичная оценка деятельности человека. Она очень важна. Человек стремится к славе, стремится к доблести, к тому, чтобы считали, что он добр, славен, достоин. И Соломон здесь тоже не исключение. Он тоже говорит, что он стремится не только к делам благоприятным, и к справедливому суду, но он стремится, чтобы вот эта премудрость сохранила его в его славе, чтобы он не был отвергнут людьми. Здесь интересно, что слово «слава» в Ветхом Завете скорее означает весомость, значимость. Не просто, что вот я там где-то на пьедестале, что я со своими мнениями, со своими действиями, чтобы я до конца оставался важен для людей, которые меня окружают. «Ибо какой человек в состоянии познать совет Божий? Или кто может уразуметь, что удобно Господу?» То есть только что он говорил, что он ищет мудрость, но мудрость ищет почему? Потому что сам человек не способен познать совет Божий, понять замысел Божий, и кто может уразуметь что угодно Господу. То есть для всего этого, для того, чтобы общаться с Богом, слышать Его заповеди, стремиться к тому, к чему Он благословляет стремиться, необходима премудрость, необходимо стремление к ней. «Помышления смертных нетвердые, мысли наши ошибочны. Это тленное тело отягощает душу, и эта земная храмина подавляет многозаботливый ум». Это тоже очень интересная фраза, «тленное тело». То есть одним из последствий грехопадения оказывается тленность нашего тела, его страстность и тленность. Тленность как разложимость и как зависимость от безукоризненных страстей. То есть человек стал не только смертным, он стал зависим от пищи, еды, он стал зависим от сна, от усталости, от печали, слез, страхов и всего прочего. И вот это тленное тело, оно влечет своими страхами, влечет за собою душу. Он так и пишет, «тленное тело отягощает душу». И земная храмина, такой тоже эквивалент, параллелизм, земная храмина подавляет многозаботливый ум. То есть человек из-за земного, из-за того, что он стремится к земным целям, он, его ум оказывается подавлен. То есть не способен уже к такому полноценной жизни. Мы едва можем постигать и то, что на земле, и с трудом понимаем то, что под руками. А что на небесах, кто исследовал? То есть что уж говорить, если мы до конца не разбираемся в том, что на земле происходит. И даже вот с трудом понимаем то, что под руками. То есть даже самое простое, бытовое, и то до конца не можем понять. «Волю же твою кто познал бы, если бы ты не даровал премудрости и не ниспослал свыше святого твоего духа? И так исправились пути живущих на земле. Люди научились тому, что угодно тебе, и спаслись премудростью». То есть если мы не можем разобраться даже в бытовых вопросах, то кто мог бы узнать Божию премудрость? Кто мог бы знать, как на самом деле жить? И что задумал Бог? И вот Соломон говорит, «И мы все делаем это, потому что мы обрели премудрость, потому что ты даровал нам ее и не спаслал свыше своего святого духа». И вот в таком случае, если люди так живут, он дальше говорит, «И так исправились пути живущих на земле». «Исправились» здесь дословно, «стали прямыми». Не просто они были неправильными, стали правильными. «Прямыми» стали. Можно вспомнить, потом Иоанн Креститель говорит, «прямыми сделайте пути Господни». Так вот, «Исправились пути живущих на земле, и люди научились тому, что угодно тебе». То есть тому, чего ты ждешь от нас. Не тому, чего они хотят. Здесь не надо учиться, они и сами знают, и сами могут выбирать. «Но вот тому, что угодно тебе». И спаслись премудростью. Дай Бог и нам, братья и сестры, стремиться к премудрости и спасаться ею. Всего доброго.